1 ноября в поселке Затока снова поменялась власть. При поддержке крепких ребят и представителей так называемого эстонского инвестора в помещение Затокского поселкового совета зашла Наталья Вернигора. Местным жителям это, мягко говоря, не понравилось. Наталья Вернигора заняла кабинет председателя поселкового совета Затоки на основании выписки из государственного реестра. К сожалению, это стало возможным благодаря правовой коллизии, о которой уже не раз говорили представители Галины Барановской, законно избранной на сессии председателем Затокского поселкового совета. Хорошо, Наталья Викторовна, у нас огромная к вам просьба, просьба всего поселка. Покажите, пожалуйста, протокол и решение сессии о вашем избрании с подписью восьми депутатов. Нет, покажите сейчас, мы готовы подождать, мы готовы подождать полчаса, час до вечера. Покажите, пожалуйста. Хорошо, подождите тогда, все будет, все подвезут, вы не переживайте. Когда? Вадим, когда? Когда? Печените. Нет, скажите точное время. Я не могу вам подождать, пожалуйста. Проблема заключается в том, что в поселке никто не может ответить местным жителям, кто будет отвечать за срыв отопительного сезона, кто будет собирать деньги за услуги ЖКХ, кто будет распределять субсидии. Снова в Затоке идет двоевластие, два секретаря, только переходит право подписи от одного секретаря к другому. То есть вопрос этот не решался и не решается. И просто люди, и мы все, мы просто в шоке. Это что у нас делается в нашем государстве? И причем вышестоящие власти никто не хотят навести порядок. Местные жители решили перекрыть дорогу, чтобы обратить внимание центральных и областных властей на сложившуюся ситуацию. Провели комиссию Минюста, которая уверила, что будет все нормально. Но прошло четыре дня после заседания и мы видим опять ту же самую ситуацию. Люди вышли, перекрыли дорогу. Опять в поселковом совете без власти закрыт поселковый совет. Работников нет, сидят какие-то люди непонятные. В Затоке пока что двоевластие. Кто сможет разрубить этот гордий в узел? Возможно центральная власть, возможно областная. Но кто-то в конце концов должен это сделать. Зима близко.